Подпишешь и домой поедешь. Инвалида с умственной отсталостью заставили признаться в убийстве и год продержали в СИЗО. 5 ноября 2019 года, 18.43. Святослав Петров. Верховный суд Татарстана приговорил к 20,5 года лишение свободы за убийство пожилой семейной пары Сергея Груняхина. Его двоюродный брат Вячеслав Кексель получил два года условно за соучастие в угоне автомобиля убитых. Преступление было совершено в апреле 2016, а задержали братьев только в этом году. Вместо них год просидел в СИЗО умственно отсталый сосед погибших Абузар Гафуров, которого полиция считала единственным обвиняемым. Сейчас его семья требует 5 миллионов рублей компенсации. Полицейские, сфабриковавшие на Гафурова дело, находятся под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки. Он и топором то не владеет. 1 ноября Верховный суд Республики Татарстан приговорил 47-летнего Сергея Груняхина к 20,5 года лишения свободы за двойное убийство и кражу автомобиля. Двоюродный брат Груняхина, 36-летний Вячеслав Кексель, признан соучастником в угоне машины убитых и получил два года условно. На скамье подсудимых сейчас также находятся бывшие сотрудники отдела полиции Бавлинского района, которые изначально расследовали дело об убийстве. Вместо Груняхина и Кекселя они год продержали все из-за невиновного человека, а потом дважды требовали взятку у главного свидетеля по делу. В ночь с 16 на 17 апреля 2016 года в поселке Новая Чути Татарстана произошло жестокое убийство пожилой семейной пары, 57-летнего Рима Мухаммед Галина и 59-летней Людмилы Джумы. Мужчину не менее шести раз ударили топором в голову, шею и грудь, а женщина получила более десяти ранений топором и не менее шести – ножом. С их участка пропала машина. Рено Меган Тело супруга в соседе обнаружили только спустя две недели, 30 апреля. Единственным подозреваемым, по версии полиции, стал знакомый убитых Абузар Гафуров. Его задержали в тот же день. Местные жители, знакомые с Гафуровым, и его семья были в шоке. 49-летний Абузар – тихий и спокойный мужчина, с детства имея диагноз олигофрения. Вскоре до них дошли еще более абсурдные новости. Гафуров, как утверждали полицейские, сознался в убийстве. В своих признательных показаниях он сообщал, будто бы расправился с семейной парой из-за долгов 2000 рублей, которые они не отдали. «Родственники Гафурова нашли множество нестыковок в материалах следствия», – рассказал А.Т. «Брат Абузара Айдар Гафуров». Например, признательные показания Абузара были написаны неожиданно грамотно для человека, который учился в коррекционной школе и плохо читает и пишет. «На следственном эксперименте Абузару показывали, как надо бить топором, чтобы остались раны, похожие на те, что нашли на телах убитых», – говорит его брат. «Он и топором то не владеет, даже кур никогда не резал». «В качестве вещдока полицейские изъяли топора Абузара, однако на нем не было следов ДНК убитых», – перечисляет Айдар Гафуров. Также, по его словам, правоохранители привезли своих понятых. «Убийство было совершено ночью. Но у брата ужасное зрение, он в темное время суток спотыкается на каждом шагу», – добавляет он. После следственного эксперимента мужчина провел некоторое время в психиатрической лечебнице на освидетельствовании. Психиатрами он был описан как легковнушаемый, эмоционально незрелый и не склонный к агрессии. После этого его поместили в СИЗО. Прокуратура три раза возвращала обвинительные дела полицейским в связи с недостаточностью доказательной базы, но арест Абузару при этом продлевался. Местные жители и брат убитого Рима Мухаммед Галинариф в качестве потенциальных подозреваемых указывали на двух мужчин, которые работали у семейной пары на участке. Они пропали сразу же после преступления. Однако следствие эту версию не отрабатывало, говорит Айдар Гафуров. По его утверждению, полицейские скорректировали дату убийства так, чтобы у рабочих появилась алиби. Двойная взятка. Абузара Гафурова выпустили из СИЗО только через год после задержания, 30 апреля 2017 ГО. Суд постановил освободить мужчину, поскольку следствие так и не удалось собрать убедительную доказательную базу. Родные Абузара все равно не чувствовали себя спокойно, статус обвиняемого с мужчины снят не был, и они боялись, что его заберут под стражу снова. Кроме того, после пребывания в СИЗО здоровье их родственника сильно ухудшилось. У Абузара жена, ребенок, коровы были, рассказывает Айдар Гафуров. А после того, как он вернулся, говорит с трудом, не способен по хозяйству управляться. МРТ показало усыхание мозга, зрение упало до минус 14 и минус 15, возили на операцию, но один глаз все равно практически ослеп. Дело об убийстве застопорилось, пока за него не взялись специалисты из Первого следственного управления Республики Татарстан. В феврале 2019 года они повторно допросили перекупщика автомобиля из Башкортостана Найля Вафина. Ранее он уже выступал свидетелем по делу Гафурова. Во время первой беседы со следователями на вопрос, откуда у него автомобиль убитого Мухаммед Галина, он отвечал, что тот сам лично приезжал к нему и продал машину. Однако потом выяснилось, что подпись Мухаммед Галина поддельная. После этого Вафин признался, что соврал на первом допросе. По словам свидетеля, 18 апреля 2016 года к нему приехали с предложением купить подержанный автомобиль Рено Меган. Двое знакомых в Афина, двоюродные братья Сергей Груняхин и Вячеслав Киксель. С собой у них был паспорт Рима Мухаммед Галина и все документы на авто. Срочную продажу они объяснили тем, что Рим – это якобы их престарелый дальний родственник, которому понадобились деньги на лечение. Наэль проверил машину на угон, в базах полиции на тот момент она не числилась. В итоге он купил автомобиль за 235 тысяч рублей. Позже при попытке перепродать машину в Уфе Наэль обнаружил, что она в угоне. С Груняхиным связаться не удалось, так что он решил разыскать бывшего владельца машины, Рима Мухаммед Галина. По приезде в Новые Очутти он узнал от местных, что Мухаммед Галин убит. Наэль отправился в Бавлинское отделение полиции, где сообщил о своей сделке с Груняхиным. Следователь Нурназмуддинов его успокоил, сказал, что реальный убийца Мухаммед Галина пойман и во всем сознался, а вопрос со снятием машины с угона можно решить за 100 тысяч рублей. Полицейский добавил, что ему придется делиться деньгами со своим начальником Алмазом Шакировым. 100 тысяч у Вафина с собой не было, и он вторговался до 60. Машину действительно убрали из розыскной базы, и Вафин ее продал. Вскоре полицейские сами позвонили перекупщику и стали требовать от него еще одну взятку. Он должен был заплатить 500 тысяч рублей, иначе на него завели бы уголовное дело за незаконную продажу авто. Во второй раз Вафин смог сторговаться до 100 тысяч рублей. Признаешься, и поедешь домой. Показания Вафина позволили казанским следователям задержать Сергея Груняхина и Вячеслава Кекселя весной 2019 года. Мужчины сразу во всем сознались. По словам Груняхина, в 2016 году они с братом жили и работали у Мухаммедгалина и Джумы. В ночь с 16 на 17 апреля братья поссорились с хозяевами участка во время совместного распития алкоголя. Груняхин решил украсть автомобиль Рима. Он обсудил свой план с братом и ночью пробрался в дом хозяев участка, пока Кексель ждал его снаружи. Первым Сергей убил спящего Рима, а потом и его жену, чтобы не оставлять свидетелей. На суде Вячеслав Кексель заявил, что не знал об убийстве. Груняхин свою вину признал частично и отметил, что убивал, но без жестокости. Сергею Груняхину вменялись две статьи – убийство двух и более лиц с целью разбой и кража группой лиц по предварительному сговору. Вячеслав Кексель в качестве обвиняемого проходил только по краже. Также были возбуждены уголовные дела о взятке и превышении должностных полномочий в отношении уже бывших следователя САМФТ России по Бавлинскому району Ильнурана Змудинова, заместителя начальника того же отдела полиции Алмаза Шакирова и оперуполномоченного Фаниса Салаватова. Все трое взяты под стражу. Как сообщили АТИ, в Следственном управлении по Республике Татарстан, сотрудники полиции предоставили следствию в качестве подозреваемого лицом, которое в силу имеющегося у него заболевания им удалось склонить к даче признательных показаний. Вместе с тем известную им информацию о причастности к преступлению иных лиц полицейские скрыли. Айдар Гафуров настаивает на привлечении к ответственности всех лиц, причастных к фальсификации обвинений против его брата. Абузару тогда сказали, подпишешь признательное, и домой поедешь, говорит он. А сколько еще людей оказались в такой же ситуации? Не думаю, что мой брат был единственным. Присуждают очень маленькие суммы. Следователи вынесли постановление о признании за Гафуровым права на реабилитацию, которым он в дальнейшем воспользовался, пояснили в Следственном управлении по Татарстану. В соответствии с действующим законодательством, официальные извинения от имени государства за причиненный вред реабилитированному лицу приносит прокурор, отметили в ведомстве. Однако пока извинения от прокуратуры не последовало. Тем временем семья Абузара Гафурова потребовала от правоохранителей 5 миллионов рублей за его незаконное помещение под стражу. Предварительное заседание по делу о компенсации Гафурову состоялось 18 октября в Бавлинском районном суде. По словам адвоката Гафурова Эдуарда Багауддинова, один день необоснованного пребывания под стражей оценивается им в 15 тысячах рублей. Помимо самого нахождения в изоляторе, Абузар еще полтора года после освобождения находился в статусе подозреваемого. В настоящее время суть присуждает в качестве компенсации очень маленькую сумму, которая не стоит тех страданий, что испытали невиновные люди, находясь под стражей в качестве обвиняемых, добавил Багауддинов. А.Т. продолжит следить за развитием ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok